Всем доброго дня! Я рада с вами поделиться новой практикой, которая называется «Черные вещи». Я поделюсь, как это делаю я, и прекрасно понимаю и дозволяю, что в вашем сознании будут происходить немного другие картинки. Возможно, вы что-то будете делать по-своему. Это нормально. Доверьтесь своей интуиции, доверьтесь своему чутью, как для вас будет лучше проходить эта практика. Итак, сядьте поудобнее, расслабьтесь. Можно перед этим сделать легкую медитацию, отпустить все свои эмоции, остаться в моменте здесь и сейчас. И представить, что вы находитесь в комфортном, уютном кресле. Перед вами какой-то огонь. Это может быть камин, это может быть костер, это может быть там свеча, это может быть что-то такое, какое-то большое пламя, вулкан. То есть тут тоже ваше воображение. Представьте себя, что вы стоите полностью в черных вещах и начинаете их снимать, начиная с обуви. Я расскажу на своем примере. Я расшнуровываю ботинки, я снимаю эти черные кожаные ботинки, либо сапоги. Чаще у меня появляются сапоги по колено. Я снимаю эти черные кожаные сапоги и кидаю их в костер. Вижу, как они полностью сгорают, и этот черный дым поднимается в небо и уходит куда-то в пространство. И с этими действиями я проговариваю про себя, что все мои болезненные состояния ног, все мои родовые программы, которые находятся в ногах, вся моя усталость, которая находится в ногах, она вся уходит во вселенную, отпускаю на переработку. Далее я представляю черные кожаные штаны. Я расстегиваю молнию, снимаю эти черные кожаные штаны, кидаю их в костер и проговариваю, что все мои болезни колени, все болезни моих ног, излишняя полнота, целлюлит, варикозные расширения, все, что есть с ногами, какие-то проблемы, мы это все сжигаем, снимаем вместе с этими черными штанами. Затем это черные трусики. Снимаю черные трусики, проговариваю, что все болезни по-женски. В это время, знаете, бывает, приходит так, что, ну, простите за интимные такие подробности, можно представить там черную прокладку, тампон или что-то еще, то, что вы просто со своего организма убираете вместе с этими вещами. Сжигаете, представляете, кидаете это в костер, отпуская во вселенную все негативные программы, установки, болезни и так далее. Черный пояс, черная куртка, рубашка, бюстгальтер, шарф, шапка, очки, то есть все, что из одежды у вас представляется, это все мы снимаем и удаляем вместе с программами, установками негативными, которые есть в нашем организме. Вы можете проговаривать, какие именно это программы. Программа на бедность, программа непринятия себя, я отпускаю это во вселенную вместе с этим шейным платком. Когда я снимала шарф, допустим, я отпускала во вселенную, в огонь, то, что я не могла высказывать открыто свои чувства и эмоции, свои желания проявлять. То есть бюстгальтер, если есть какие-то проблемы по-женски в плане груди, астопатии или какие-то еще моменты, это тоже можно все отпускать с этими черными вещами. У меня, знаете, бывает так, что не все вещи начинают сразу гореть. Некоторые просто тухнет огонь, некоторые начинают там плавиться, коптить и что-то происходит, но они, допустим, не сгорают. Тогда я представляю, что я беру такой огнемет и просто сжигаю эти вещи дотла в пепел, этот пепел выдуваю, рассеиваю во вселенную, все равно это все уходит. Поэтому не бойтесь, если у вас сразу не получается все это быстро сжечь. Если вы это все сжигаете быстро, это здорово, потому что вы очень легко освобождаетесь от негативной такой привязки, которая находится на нашем ментальном теле. Это классно. Если нет, ну, нужно просто обратить внимание на эту зону, поработать с ней дополнительно. Допустим, если вы чувствуете, что куртка, которую вы сначала сняли, с плеч снимите все свои заботы, тоже их откиньте, все, что вы навалили на себя за последнее время и сожгите ее. Если чувствуете, что плохо горит, представьте, что там одна рубашка, вторая рубашка. Попробуйте с себя больше снять вещей с этой области и больше-больше себя открыть, знаете, как капусту. Когда я дохожу до головы и полностью представляю себя уже раздетой, без этих черных вещей, я представляю, что мой череп открывается, знаете, как вот такой замочек. Я открываю голову, вижу там какие-то негативные мысли, вижу там черную паутину, пыль, грязь, знаете, вот как генеральную уборку делаю. Я делаю такую же генеральную уборку в своей голове. Это все пылесосом я выпылесосиваю, потом протираю внутри тряпочкой. Это все происходит, знаете, очень легко на автомате. Возможно, придут вам какие-то другие образы, как можно навести порядок в вашей голове. Это будет здорово, если вы поделитесь в нашем чате, как это происходит. Потом, очень важно, когда мы полностью очистились, на место старое должно прийти что-то новое. Здесь важно наполниться. Вы можете представить разные виды наполнения. Это может быть космический свет, который входит в вашу голову через макушку и полностью проникает через все тело до ног. Это может быть свет, который вы представите, допустим, солнце перед вами. И луч солнца большой входит вам прямо в грудь, в грудную чакру, в сердце и насыщает светом все ваше тело. Вы чувствуете себя очень наполненной, свежей, светящейся и полной энергией. Это может представить себя в виде наполненной водой. То есть представить, что на вас льется дождь и вы полностью напитываетесь прозрачной, чистой водой. То есть тут очень важно, какие образы вам придут. Я не даю всегда готовых медитаций, потому что важно подключать ваше подсознание, вашу интуицию. Оно лучше знает, куда вас привести и какие образы и картинки на вас сработают гораздо лучше. Это относительно вот таких практик. Конечно же есть и готовые, то как важно представить и запрограммировать себя на определенную программу. После того, как вы наполнились, можно остаться еще в спокойном состоянии, подышать, поблагодарить себя в первую очередь за такую практику, за такое насыщение. И посмотреть, что будет происходить с вами в ближайшее время. Потому что я наблюдаю, конечно, в первую очередь за собой, какие изменения происходят в моей жизни после этой практики. Но мне будет интересно услышать ваши отзывы. Как вы себя чувствуете после этого, насколько ваш барометр вашей энергии, вашего тела, докуда он доходит. И насколько быстро могут исполняться ваши желания. Поэтому желаю вам сегодня загадать что-то такое маленькое, приятное, которое может сбыться очень легко. Начать с него, а дальше уже усиливать-высиливать. Желаю вам отличного дня. Живите душой и будьте счастливы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok